Всем привет! Это третий день дневников международного кинофестиваля в кругу семьи. Сегодня он начался с одной из самых милых и трогательных акций этой недели. Сегодня серия кинопоказов началась с акции «Приведи бабушку». Эта теплая и очень милая задумка организаторов фестиваля набрала огромную популярность. Ты привел бабушку в кино? Да. Вчера сегодня меня привел. Бабушку подъем, очень понравилось. Чем занять ребенка, который не в лагере, не где дома? Почему бы нет? Хорошее кино не посмотреть. Вы тоже бабушка? Да, вон у меня их четверо. А вам интересно ходить с милками? Ой, да, я их очень люблю. Мы с ними много проводим время. Вообще они замечательные. Около трех сотен детей за руку со своими любимыми бабушками пришли в кино, чтобы увидеть картину «Дедушка» группы чешских режиссеров. В основе фильма двое детей из Праги, которых родители отправили на каникулы к дедушке. Ребятам предстоит не только окунуться в мир без гаджетов и интернета, но и отправиться в мистическое путешествие сквозь древнейшие традиции. Еще один фильм в рамках кинофестиваля «Вторая зима». Молодой семейной паре главных героев всего 20 лет. В самом начале семейной жизни они сталкиваются с бытовыми трудностями, которые не так-то просто преодолеть. Эти проблемы актуальны, независимо, будь то корейские или русские молодые люди. Когда люди женятся в очень молодом возрасте, зачастую они сталкиваются с подобными бытовыми трудностями. Завершится день кино показан нашумевшей российской премьеры Герасим. Я здесь царь и бог, понимаешь ты? Я здесь бог и царь. Неужели ты думаешь, что вот так вот заплатил и все грехи тебе сами собой отмолились? Нет, Петр, так оно не работает. Потому что прощение – это не товар, это же награда. Это история о человеке, скрывающемся от своего прошлого, которое не отпустит, пока за спиной есть нерешенные проблемы. Фильм снят за рекордные 17 дней режиссером-дебютантом Ростиславом Мусаевым. В картине собраны аж четыре кинематографических жанра. Триллер, драма, фэнтези, в каком-то моменте боевик. У меня кино про покаяние. За то, что через покаяние, в принципе, можно исправить все, что ты натворил в жизни. Каждая картина фестиваля уникальна по-своему, но раз за разом на каждом смотре их объединяют переполненные залы и огромный интерес зрителей. Редактор субтитров А.Семкин